Зоя Козырева отца не помнит. Когда он уходил на фронт, ей было всего четыре. В семейных альбомах не осталось даже фотографии. Единственное, что знала женщина, это имя Иван Гаврилов. И короткое извещение с фронта. Пропал без вести. Пару лет назад в квартире пенсионерки раздался звонок. Со мной разговаривали в Владивосток и говорят, Зоя Ивановна, вы, значит, там жили? Я говорю, да, жила. Так вот, ваш отец, значит, нашли вашего отца, что он похоронен в Нидерландах. Пенсионерки пояснили, вот уже четыре года родственников красноармейца Гаврилова разыскивает голландский журналист Рэмко Рейдинг. Когда-то редактор дал ему задание найти родных хотя бы одного из 865 бойцов, чьи тела покоятся на советском поле славы неподалеку от города Амерсфорд. За 13 лет он отыскал более 160 семей. Журналист нашел спонсоров и, наконец, в этом году Зоя Ивановна увидела последнее пристанище отца. И я побыла, сделала большое дело, я сама понимаю, что это каково, это нужно, это нужно. И мы убедились, как там ухаживают за нашими могилами, какое там это прекрасно, это вообще не выскажешь. Теперь я побыла здесь на могиле, теперь я уже и сама могу умирать. Вот так. Теперь Зоя Козырева знает, из немецкого плена отца освободили союзники. Иван Гаврилов дожил до победы, его похоронили в конце мая 1945-го. Подруга и коллега Лидия Короткова, которая сопровождала Зою Ивановну в поездке, считает, что воссоединение семьи не просто подарок судьбы, это награда за доброту. И вот мы приезжаем в Зайково, и если мы видим, что какая-то могилка, упал крест или что-то, мы вот втроем, вот Нина еще с нами ходит, мы мимо не пройдем. Двух участников войны, которого одного я хоронила, второго-то, ну тоже из дома, из нашего. За двумя этими могилками я тоже ухожу. Они брошенные. Также поступают и в Нидерландах. Группа лиц ежегодно платит взносы, на которые содержат могилы русских солдат. При жизни досталось, так хоть после смерти к ним человеческое отношение, говорит пенсионерка. Поиск родственников русских солдат, погибших в Великую Отечественную, стал не просто работой, но и моральным долгом, говорит журналист Ремко. Если этого не сделаю я, то не сделает никто. И если это не произойдет сейчас, потом будет слишком поздно.